Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал! В сегодняшнем видео я вам наконец-то покажу, как на бортовом компьютере Kia Rio 4-го поколения выставить межсервисный интервал. Да и вообще покажу различные скрытые функции, так скажем, скрытые настройки, о которых, возможно, вы не знали. Что такое вообще межсервисный интервал? Это, смотрите, ребят, очень удобная функция. Например, вы заменили масло и в следующий раз хотите заменить масло через 6000 километров пробега. Ну, либо через полгода. Так вот, в бортовом компьютере вы выставляете полгода, либо 6000 километров, и когда вот это, либо километры, либо дни у вас пройдут, у вас бортовой компьютер, когда вы будете автомобиль заводить, будет предупреждать, что пришло время заменить масло, ну или там техосмотр пройти. Вообще, эту функцию включает дилер на предпродажной подготовке, он обязан это включать, прям в сервисной книжке это все написано. Но многие дилеры этого не делают, а некоторые дилеры даже не знают о наличии такой функции. То есть, вообще, дилер лаунчер подключает и через планшет все это настраивает. Ну, я вам показывал уже в телеграм-канале с вами, как это все делается. Кстати, друзья, приглашаю вас в свой телеграм-канал, у меня там очень интересно, у нас там чат большой, где мы все общаемся. В общем, жду вас в нашем телеграм-канале, ссылочку в описании под видео оставлю. Так вот, некоторые дилеры даже не знают, как это настраивается, некоторые просто забывают настроить. Но если вы вдруг Kia Rio 4-го поколения приобретаете, то сразу дилера на предпродажке просите, чтобы он вам эту функцию включил. Потому что если у вас будет панель не SuperVision, то вы это все так просто сами включить не сможете. На панелях SuperVision там все намного проще, там много настроек классных. Можно и автозакрытие дверей самому регулировать, потом количество миганий поворотника при легким нажатии рычага можно отрегулировать. Можно межсервисный интервал самому выставлять. Там это все очень легко, прямо на бортовом компьютере все это настраивается. Но панель SuperVision идет только на рестайлинге, это комплектация Premium, на дорестайлинге это Premium и Prestige. На остальных комплектациях панель приборов идет простая, не SuperVision. Но все равно вот эту настройку о межсервисном интервале можно сделать. Я вам покажу сейчас как это делается. Ну а прежде чем я начну, прошу вас подписаться на канал, нажать лайк под этим видео. Вам не сложно, а мне приятно. И это помогает развитию моего канала. Давайте наконец-то наберем соточку подписчиков на моем канале. Я буду этому очень рад. Ну давайте наконец-то начинать. Ребят, я уже года три назад записывал видео про бортовой компьютер. Там я рассказывал, какие цифры, что обозначают, что показывают. Тоже подробное видео было. Как цифровой спидометр включить. Если вы то видео не видели, на всякий случай под этим видео оставлю ссылочку. Рекомендую то видео тоже посмотреть. Я сейчас повторяться не буду. И смотрите, хочу здесь показать, какие есть скрытые настроечки, о которых возможно вы не знали. В любой момент, любой экран у вас может быть включен, нажимаете кнопку Trip и держите 4 секунды. Зажали. И смотрите, у нас заморгал параметр литр на 100 километров расход. Мы нажимаем кнопку Reset на 2 секунды. И у нас меняются единицы измерения. Теперь не литр на 100 километров, а километры на литры. Нажимаем Trip на 2 секунды. И все, смотрите, теперь у нас средний расход показывается не литры на 100 километров, а наоборот. Мы проедем, значит, примерно 11,7 километра на 1 литр топлива. То есть можно поменять единицы измерения. Но привычнее все-таки литры на 100 километров, поэтому давайте вернем на место. Нажимаем опять Trip на 4 секунды. Зажимаем Reset на 2 секунды, когда у нас единицы измерения заморгали. Все, поменяли. Теперь смотрите, нажимаем Trip еще один раз, у нас заморгали Цельсии. Теперь мы можем заменить Цельсии. Нажимаем Reset на 2 секунды. И у нас единицы измерения меняются на Фаренгейты. Trip нажимаем на 2 секунды. Теперь видите, у нас Цельсии были, а стали Фаренгейты. И даже на климат-контроле, смотрите, даже здесь у нас Фаренгейты. Кстати, многие, бывает так, что случайно как-то включают Фаренгейт и пишут мне потом, Ильдар, почему-то у меня раньше были Цельсии, теперь Фаренгейты. Подскажи, как это отключить, как вернуть на Цельсии. Опять, смотрите, нажимаем Trip на 4 секунды. То есть 4 секунды Trip держим, и мы заходим вот в эти настройки. Теперь один раз Trip нажимаем, переходим на единицы измерения температуры и на расход топлива. Вот по одному разу щелкаем. Вот, все, перешли на единицы измерения температуры. Нажимаем Reset на 2 секунды. И у нас опять Цельсии. Все, Trip на 2 секунды вышли. То есть можно менять единицы измерения температуры, либо единицы измерения, так скажем, расхода топлива. Ну и теперь самое интересное. Смотрите, вот он, межсервисный интервал. Мне дилер выставил 10 тысяч километров, либо 240 дней. Я сейчас не буду рассказывать, почему дилер мне так выставил. Не буду, а то видео получится слишком долгим. Опять же, я это все в Телеграме подробно рассказывал. Почему теперь срок ДТО выставляют меньше. Если интересно, заходите в Телеграм, посмотрите. Там все подробно было. Смотрите, очень удобно. Выставляете, опять же, например, 10 тысяч километров, либо 12 месяцев. И когда у вас срок подойдет, вы автомобиль будете заводить, у вас заморгает то, что уже наступило. И вы поймете, что пора вам проходить ТО. Ну, либо менять масло, если вы ТО у дилера не проходите. И потом у вас пойдет все это в минус. То есть было, например, 0 километров. Потом будет минус 1 километр, минус 2, минус 3. И вы можете это просто очень легко сбросить. То есть обнулить показания. Вот сейчас все слушайте внимательно, все запоминайте. Либо потом видео перелесните еще раз. То есть, когда у вас срок придет заменить, вы можете просто масло заменить, обнулить показания и дальше ездить. Вам никакие настройки, больше ничего делать не надо будет. Многие, например, о том, многим дилеры на предпродажке все это выставляют, настраивают. А человек потом не ездит просто к дилеру на ТО. И у него вот это все в минус уходит, уходит. Меня тоже многие спрашивают. Ильдар, как это все отключить? Как убрать? Я к дилеру не езжу. Так вот, смотрите. Когда вам необходимо все это обнулить, вот эти все показания, которые вам дилер выставил, или которые вы сами сейчас позже научитесь выставлять, вы просто нажимаете ресет на несколько секунд. Вот когда у вас вот эти показания включены. Смотрите внимательно. Нажимаем, держим, по-моему, 5 секунд. Держим, держим, держим. Вот у нас заморгало. Отпускаем. И один раз нажимаем. Оп. Один раз, второй раз нажимаем на 2 секунды. И смотрите, у нас просто показания вернулись к тем, которые были изначально выставлены. И все. Вот мы масло заменили, и опять ездим, например, 10 тысяч километров. Ну, либо 7 тысяч, сколько у вас будет выставлено. То есть вот так можно просто эти показания обнулить, так скажем. То есть вернуть на изначально выставленные. Просто так здесь вы все это отключить сами полностью. Вот это все не сможете. Это надо либо у дилера через лаунчер делать, либо делать так, как сейчас я вам покажу. Ну, а чтобы все самому настраивать, на бортовом компьютере вот этот межсервисный интервал, плюс там еще другие классные функции есть. О них я вам в следующих видео расскажу, что можно еще делать. Понадобится для этого ELM-327, то есть OBD-адаптер. Вот я использую именно ELM-327. Это самый дешевый OBD-адаптер на Алиэкспрессе. Я ссылочку на проверенного продавца, у которого заказывал, оставлю. Но имейте в виду, вот этот ELM, он работает только по Bluetooth, только с Android-смартфонами. Если у вас iPhone, то вам надо приобретать ELM именно под iPhone. Также ссылочку на ELM под iPhone я в описании под видео оставлю. Если будете сами вдруг по другим ссылкам заказывать ELM-ки, то берите версию 1.5. Версия 2.1, она вроде как и новая, но она иногда бывает с некоторыми автомобилями, в частности, из Kia Rio 4, может просто не работать. Я не буду рассказывать сейчас отличия. Это тема для отдельного, прям отдельное видео можно записывать. В общем, надо брать версию 1.5. Ссылочки, опять же, на проверенных продавцов в описании под видео. В общем, мы берем OBD-адаптер, необязательный ELM-327, может быть, у вас какой-то другой, даже у TI, у магнитол есть свой OBD-адаптер, я думаю, он тоже подойдет. Устанавливаем его в диагностический разъем. Смотрите, как это делается. Вот эту крышку скидываем. Вот таким образом. Берем адаптер. Вот так его устанавливаем. Вот, видите, он просто вставляется. Все, вставили. Теперь нам потребуется смартфон. И, в частности, нам потребуется программа CarScanner. Вот так она выглядит. Устанавливаете эту программу. И сразу, друзья, смотрите, имейте в виду то, что я сейчас буду вам показывать. В бесплатной версии можно эти настройки сделать только пять раз. То есть, если вы установите CarScanner демо-версию, вы сможете только пять раз настройки сделать, и дальше вы уже ничего делать не сможете. Поэтому смотрите внимательно. Подумайте, сколько вам, сколько вы хотите выставить километров, либо дней до следующей замены масла. Выставите, и, по идее, вам уже эта программа не нужна будет. Вы сможете потом просто ресетом сбрасывать, обнулять показания. Вот то, что я вам вначале показывал. И все. Либо, если вы хотите больше настраивать, чтобы у вас больше возможностей было, вам необходимо купить платную версию этой программы. Я ее здесь, прямо вот, в PlayMarket покупал еще в том году, по-моему, рублей 300 отдал. Но сейчас не знаю, можно ли ее купить в PlayMarket или нет, потому что вроде как говорили, что сейчас в PlayMarket покупать ничего нельзя. Кстати, напишите в комментариях под видео, получилось у вас купить платную версию этой программы или нет. Вот у меня, видите, CarScanner Pro. Так, теперь давайте я как-нибудь закреплю смартфон, иначе мне неудобно будет, и включу здесь запись экрана, и дальше вам все буду показывать. Итак, смотрите, когда OBD-адаптер подключили в разъем, включаем обязательно зажигание. Либо включаем зажигание, либо прямо автомобиль заводим. Затем открываем Bluetooth-соединение, если у вас адаптер через Bluetooth соединяется, а не через Wi-Fi. Находим здесь OBD, вот он у меня уже сохранен, OBD-2, потому что я к нему уже подключался, а вам необходимо будет к нему просто подключиться. Теперь запускаем программу CarScanner, и здесь нажимаем слева внизу «Подключить». Все идет подключение к адаптеру. Вот нам пишут, зажигание должно быть включено или двигатель должен быть запущен. Успешное подключение. Здесь, опять же, много различных настроек. Вот здесь, кстати, можно также и катализатор проверить, эффективность работы катализатора, но об этом, опять же, я отдельное видео обязательно запишу, подробно вам расскажу. Сегодня нам потребуется пункт «Кодирование и сервис». Вот он внизу находится. Нажимаем «Кодирование и сервис». Внимание, кодирование и сервис – это экспериментальный режим и так далее. Друзья, смотрите, все, что вы сейчас будете делать, вы делаете на свой страх и риск. Вас здесь предупреждают. Я вам сейчас показываю то, что я изучил, то, что я смог настроить. Если вы что-то напортачите, что-то не так сделаете, ответственность несете сами, меня обвинять не надо. Поэтому лучше без моих следующих видео остальные настройки не трогайте, не смотрите, если вы в этом не разбираетесь. Все, я принимаю. Далее нам необходимо зайти в пункт «Сервис и обслуживание». Вид обслуживания, пробег между ТО, время между ТО. Вот такие здесь есть параметры. Итак, если вы хотите полностью отключить вот этот вот параметр на экране, который вам включили, например, он вам не нужен, вы вообще хотите его отключить, заходим в «Вид обслуживания» и выбираем здесь «Пользователь». Все, видите, у нас на бортовом компьютере эти показания исчезли. Вот, листаем. Все, у нас ничего здесь нет. Далее, смотрите. Если вы хотите включить теперь эту функцию, нам необходимо выбрать пункт «Сервис». До этого мы выбирали «Пользователь», то есть мы отключили. Теперь мы выбираем пункт «Сервис». Если у вас, то есть этого включено не было, этой функции вообще изначально, и вы сейчас ее первый раз включаете, то вы заходите и нажимаете пункт «Сервис». Отсюда выходим. Вот мы выбрали «Вид обслуживания» «Сервис». Выходим отсюда и выбираем «Пробег между ТО». Предположим, вы меняете масло каждые 7,5 тысяч километров. Вот, введите новые значения. Мы вводим 7,5 тысяч километров. Применить. Теперь мы отсюда выходим и выбираем время между ТО месяцев. Ну и, предположим, 12 месяцев. Один, два. Применить. Выходим. И смотрим, появилось у нас все. Как видите, 7,5 тысяч километров, либо 365 дней. Вот все, мы этот параметр выставили, и теперь у нас вот это все будет отчитываться, отчитываться. И когда останется, по-моему, тысяча километров, у нас каждый раз, когда мы будем автомобиль заводить, будет вот это окошечко высвечиваться, предупреждая, что осталось тысячи километров до следующей замены масла. Либо, когда у нас месяц один останется, 30 дней, также вот это все будет высвечиваться. А потом пойдет это в минуса. Поэтому вы потом сможете просто кнопку «Ресет» зажать на 5 секунд, у вас параметры заморгают, потом зажать «Ресет» на 2 секунды, и у вас все обнулится до вот этих показаний. То есть, опять же, если вы не хотите покупать платную версию программы, вы можете вот за 3 настройки, 3, да, то есть, вначале вид обслуживания выбрали, потом пробег между ТО и время между ТО. То есть, 3 своих варианта вы потратили. Но зато вы вот эти настройки выставили. А всего у вас 5 бесплатных вариантов. Поэтому не ошибитесь, делайте все точно по моему видео, иначе 5 попыток потратите, и придется программу покупать. Ну и опять же, давайте попробуем все это сбросить. Заходим в вид обслуживания, выбираем «Пользователь». И, как видите, у нас все опять отключилось. Давайте для закрепления покажу еще один раз. Вот, вы впервые подключились к автомобилю по моему видео сейчас. У вас этот параметр вообще не включен на бортовом компьютере, не отображается. Мы заходим в «Кодирование и сервис». Принимаем условия. Выбираем «Сервис и обслуживание». По другим параметрам, если не разбираетесь, вот, двигатель, трансмиссия, тормозная, стим, вы туда лучше даже не заходите. Заходите «Сервис и обслуживание», «Вид обслуживания». Ставите «Сервис». Новые значения приняты. Выходите, выбираете пробег между ТО. Выставляете, предположим, хотите поменять в следующий раз масло через 4 тысячи. Ну, вы меняете, предположим, каждые 5 тысяч километров. Выставляете 5 тысяч. Нажимаете «Применить». Ага, ошибка кодирования. Что-то пошло не так. Давайте еще раз. 5 тысяч. Применить. Принято. Выходим. Теперь время. И, предположим, вы решили, что не будете целый год кататься на одном и том же масле. Вы хотите менять его каждые 10 месяцев. То есть, получается, у нас это... Ну да, 10 месяцев. Здесь у нас, получается, мы вбиваем параметры в месяцах. Время между ТО. Месяцев наверху у нас написано. То есть, вбиваем 10 месяцев. Применить. Ждем. Новое значение принято. Выходим. Проверяем. Нажимаем кнопку «Трип». Листаем. Пожалуйста, 5 тысяч километров, либо 304 дня. Все. Полностью из программы выходим. Закрыть карсканер. Ок. Отключаем ELM адаптер, OBD адаптер. И наслаждаемся выставленными вот этими значениями. Опять же, очень-очень, я считаю, вот это все удобно. То есть, вам не надо где-то на листочке помечать, записывать, запоминать, когда вы меняли масло. Вы просто вот эти параметры вбили. И в следующий раз вы будете знать, через сколько вам менять масло тысяч километров пробега, либо через сколько дней. Вот так, друзья, легко и просто настраивается вот этот именно межсервисный интервал. Функция очень удобная, я считаю. Кстати, напишите обязательно в комментариях, о чем вы хотите, чтобы я записал еще видео. О каких параметрах. Да и вообще любую тему выбирайте, пишите в комментариях. Я люблю ваши комментарии читать, люблю с вами общаться. Поэтому обязательно в комментариях пишите, о чем вы хотите, чтобы я вам еще рассказал. А вообще у меня очень много тем для видео, я уже составил план, у меня там, наверное, 40-45 тем примерно вышло, которые я хочу записать, о чем хочу вам, в общем, рассказать. Поэтому впереди будет еще много интересных и полезных видео, если не подписаны на канал. Обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и опять же, приглашаю вас в свой телеграм-канал, у нас там очень-очень интересно. На этом у меня, друзья, сегодня все. Всем удачи на дорогах. Пока-пока.